привет всем добро пожаловать на мой канал с вами я алексей и мы продолжаем путешествовать по миру бесконечного лета основной версии проходим мы сейчас историю слави руд слави да ну и что же у нас дальше какие будут у нас варианты выбора давайте сейчас и посмотрим как вы видите я все-таки не стал перематывать за кадром да а решил это сделать прямо с вами что же продолжаем столовая была битком столовая была битком остаться незамеченным не получилось не окликнул ольга дмитриевна семян иди к нам за четырехместным столом сидели вожатая славя и электроник я кипнул головой отправился за обедом в этот раз мне пришлось несколько минут постоять в очереди сегодняшнее меню мало чем отличалась от меню предыдущих дней по крайней мере по внешнему виду когда я сел за стол и пожелал всем приятного аппетита ольга дмитриевна сказала ну и что вы думаете о чем по шурике уже обед а я больше нет я подметил пушкинскую рифму но не стал акцентировать на этом внимание мы обыскали весь лагерь я обошел весь окрестный лес ольга дмитриевна посмотрела на меня и я помогал надо звонить милицию может хотя бы до вечера подождем для него заметил я домой он поехал например не может быть шурик живет отсюда в тысячи километров ну так на поезде до ближайшей станции она замолчал далеко а вот это было уже интереснее как только разговор заходит о том как выбраться из совенка все местные обитатели сразу же пытаются сменить тему далеко это сколько это много вожатая посмотрела на меня так что по ее виду можно было понять что дальнейшие расспросы неуместны значит надо идти глубже в лес может он заблудился у шурика всегда собой компас вмешался в разговор электроник интересно что еще можно найти в его чудо жилетки если она у него вообще есть небо компас вряд ли помог заплатая в лесу что уж то что сейчас читал есть и в предыдущих прохождениях поэтому перематываем а вот здесь уже интересно видите после обеда он пошел на площадь да вроде как отдохнуть расслабиться и его там застала виола дала ему ключи попросила семена посидеть медпункте вместо нее и он когда в медпункт зашла лена помните да что прохождение за нее мы выбрали вот этот вариант мне кажется на тебе это бы смотрелось прекрасно то есть семён там листал журнал до советская модница по моему так называется а здесь можно выбрать любой вариант ну мы выберем да просто так некоторое время мы молчали как голова лучше спасибо и семён дал ей таблетку от головы да то есть она пришла попросила что-то от головы на улыбнулась я пойду удачи лена вышла я сел и принялся дальше листать журнал и вот он листает 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 мы читаем историю слави так все таки музычку надо убавить датчики мы же читаем сейчас за историю слави поэтому спроси что это либо не спрашивать нужно выбрать не спрашивать удачи крикнул я и вслед спасибо одарила она меня не пас напоследок милой улыбкой так лиска тут со своим отдадим уголь какая разница яблоко тоже без разницы есть яблоко или не есть сейчас секундочку я сверюсь со своими тут записями да тоже без разницы ну давай съедим троник тут у нас бубух большой кандальчик из того что памятника лиска там пыталась взорвать ну вот здесь у нас еще один главный вариант выбора когда они уже собираются идти искать шурика да мы должны выбрать пойти со славей конечно же я пойду с ним вот и отлично вдвоем веселее ты уверена спросил я славю шепотом конечно хотелось надеяться но она ничего не ответила а лишь улыбнулась я долго смотрел на славю как завороженный почему она всегда мне помогает отлично тогда удачи вам она нам пригодится вожатые остальные девочки попрощались и взошлись кто куда меня несколько удивил тот факт что они восприняли наш поход ночью через лес заброшенный лагерь как должное ну ничего не поделаешь подожди минутку я за фонариком сбегаю точно фонарь пока я ждал слави в голову пришла странная идея почему она всегда такая добрая отзывчивая готова помочь почему она вызвалась идти со мной не пойми куда тихомому те стоит ли мне ее опасаться вот и я славя улыбаясь протянула мне фонарик пойдем по рассказам электроника старое здание построили сразу после войны оно было похоже на детский сад или на барак как я предполагал и рассчитано на куда меньшее число пионеров чем вмещал нынешний лагерь забросили же его лет двадцать назад уже совсем стемнело ночной лес словно опасался нас так же как и мы его деревья вежливо расступались сгрудившись по краям тропинки осторожно наблюдая за нами где-то вдалеке из редкоухого сова но тоже тише чем обычно рядом со слави мне было совсем не страшно наверное в другой ситуации даже в реальном мире я бы испугался один идти ночью в лес толком не знаю маршрута но тогда я старался отгонять подобные мысли хотя уже само по себе это было странно славя словно убаюкивала мой инстинкт самосохранения а ощущение реальности притуплялось к слову хочу сказать что танец со слави уже был то есть славя уговорила семена все таки потанцевать и он с ней потанцевал ладно читаем дальше ведь если так пойдет дальше то я их пасть к какому-нибудь чудовищу прыгну с улыбкой на лице а ты совсем не боишься в смысле славя обер славя обернулась и посмотрела на меня при этом как то странно улыбнувшись то ли не понимающий то ли с долей насмешки а может мне все это просто показалось ну ночь лес старый лагерь да не по себе конечно немного немного а ты что боишься нет ну то есть да конечно это же естественная реакция человека в такой ситуации я не хотел показывать что боюсь хотя и страха особо не ощущал скорее чувствовал что он в такой ситуации должен быть как будто мой организм перестал вырабатывать антитела для борьбы с болезнью я боялся не ночного леса а того что реагирую на происходящее не так как положено а с другой стороны и дураком выставлять себя тоже не хочется понятно славя опять улыбнулась и продолжила путь тропинка становилась все уже теснимая по краям деревьями и кустарниками чем дальше мы заходили в лес тем хуже было видно луну в одно мгновение она совсем скрылась за тучи все погрузилось практически в кромешный мрак я сильно зажмурился и когда вновь открыл глаза луна вновь оказалась на своем месте я красила мир в ярко белые цвета ночного савана все таки не люблю я темноту наконец вдалеке показался просвет и через минуту мы вышли на полянку на поляну на ней стояло здание старого лагеря ветхое размытая дождями неизъеденной ржавчиной и жуками короедами своими разбитыми окнами словно щербатым ртом она улыбалась нам и в улыбке этой читался не мой укор живым от мертвых всю поляну окутывал кладбищенский туман в котором то и дело виделись привидения бурдалаки зомби черти и другие дьявольские другая дьявольская нечисть этой картины уже было вполне достаточно чтобы вызвать сердечный приступ или в крайнем случае паническую атаку любого я бы наверняка не выдержал если бы славя не взяла меня за руку чтобы не так страшно улыбнулась она я не смог ничего сказать лишь покрепче сжал ее руку какого черта мне сюда вообще принесло искать шулька ночью в лесу здесь ну и как я мог на такое согласиться вообще ведь не один нормальный человек бы но ведь и мир вокруг нормальным не назовешь не пытайся я постарался убедить себя что ищу здесь ответы и хуже наверное уже не будет хотя на самом деле за последние четыре дня в этом пионерлагере со мной не случилось ровным счетом ничего плохого и более того не было особых оснований полагать что случится в дальнейшем может быть человек так устроен что не может без приключений пойдем ну да наверное но однако мы не сдвинулись с места а вы уже оценили это видео пожалуйста оцените тогда сдвинемся дальше а пока я хочу пожелать тем кто кушает приятного аппетита а те кто собирается сейчас отдыхать приятных снов вот а то наверняка заснете пока я буду читать хе-хе-хе ладно продолжаем однако мы не сдвинулись с места славя очевидно ждала что первый шаг сделаю я но меня хватало лишь на то чтобы просто стоять а не пуститься на утек луна выглянула из-за туч осветив здание старого лагеря теперь оно меньше напоминало склеп а при этом все те мертвые картины в моем воображении ожили на привидении словно навели резкость чётче стал вой ветра шелест травы под ногами а где-то вдалеке слышались звуки происхождения которых понять я не мог наверное тут раньше здорово было я внимательно посмотрел на славя если даже она и боялась то старалась этого не показывать мне сразу же стало немного легче и спокойнее наверное пойдем ну да я шел медленно выверяя каждый шажок стараясь не задеть старую ограду покосившуюся карусель и ржавую горку трава в некоторых местах доходила до пояса так что любое неверное движение могло привести к сломанным ногам или рукам наконец мы добрались до входа я посветил фонарем внутрь тьма смотревшая на меня оттуда была куда страшнее чем замогильный вид снаружи там хотя бы ярко светила луна ух я набрался смелости шагнул через порог внутри старый лагерь походил на детский сад в который я ходил в детстве примерно та же планировка и убранство даже мебель хоть и полусгнившая казалась той же да уж я поежился выхватывая фонарем из темноты все новые останки былой детской радости жутковато славе уже давно не просто держала меня за руку обхватила ее плотно прижавшись ко мне всем телом однако в ее голосе не чувствовалось особого испуга может не стоило сюда ночью идти наверное вернемся нет ну как же а шурик сказала она искренне удивившись да уж шурик чего он вообще сюда полез может его вообще тут нет а где он еще может быть не знаю волки его съели например не говори так славя нахмурилась и отошла от меня на шаг я уже настолько привык к ее близости что несколько расстроился ладно ладно волков тут допустим не водится хотя откуда мне знать ну раз уж пришли давай искать мы обыскали все помещения старого лагеря игровые комнаты спальни столовую кухню туалет и я даже заглянул в кладовку доверху забитую какими-то пустыми и слевшими коробками смотри когда мы вернулись на то место с которого начинали славя подобрала что-то с пола и протянула мне это была старая кукла выцветшая от сырости без одной руки и глаза с торчавшими отовсюду нитками ну и жалко что жалко куклу да а что ее жалеть кто-то когда ты с ней играл а потом вот так вот бросил забыл я на столько лет здесь одна и в дождь и холод я никак не мог понять серьезно славе или нет ведь сейчас не самое подходящее время чтобы думать о таком с другой стороны а для чего сейчас время славе казалось действительно расстроенной да наверное я взял куклу и повертел ее в руках помнится в детстве я также нашел плюшевого льва в луже принес домой отмыл и потом относился к нему не хуже чем к остальным игрушкам хотя по виду ему давно пора было на пенсию пулянки подавишь славе рассмеялась внезапно из прохода подул ветер напевая какую-то неведомую ораторию фонарь моргнул я инстинктивно отпрыгнул к стене зацепился ногой за что-то и с грохотом прилетел на пол живой ко мне подскочила славе и помогла подняться да вроде зацепился я за крышку люка грязь вокруг него была расчищена странно как мы не заметили этого сразу так что похоже его недавно открывали ведь ведь мы туда не полезем да стараясь предвосхитить предложение славе спросил я она лишь грустно посмотрела на меня ну вот еще не хватало диггеров играть ворчал я с трудом откидывая крышку люка конечно здравый смысл отчаянно кричал что не стоит этого делать но логика наоборот подсказывала что если бы этот мир хотел меня убить то давно бы сделал это хотя если бы не славе да чертас два бы я туда полез вниз на пару метров спускалась ржавая металлическая лестница упирающаяся в грязный бетонный пол я свесился в люк и осветил фонарем достаточно узкий коридор уходящий куда-то во тьму и что там кажется я слышала что под старым лагерем есть бомбоубежище бомбоубежище ну если учитывать время его постройки то это вполне логично и что шурик там забыл не знаю конечно может быть что и не от конечно может быть что и не он открывал люк а то что его открывали совсем недавно было очевидно но кому еще придет в голову туда лезть как не безумному изобретателю если откинуть теории да если откинуть теории с потусторонними силами то больше людей в этом лесу быть не может по крайней мере тогда я думал именно так ладно я лезу первым если все в порядке ты за мной ну что может быть не в порядке испугало славе больше извежливости ну не знаю у крысы например боишься крыс похоже зря спросил я глубоко вздохнул и начал спуск мы медленно пробирались вперед держась за руки в кромешной темноте и фонарь и фонарь помогал не сильно лишь изредка освещая куски старых газет валяющийся тут и там металлолом внезапно начало каза внезапно начало казаться что стены и потолок убитые бесконечными и бесконечными линиями ой и там была какая-то комната которая оказалась как раз самим бомбоубежищем когда мы вошли внезапно загорелся свет чего меня передернуло хотя вполне возможно что здесь существуют какие-то источники автономного питания то время когда строили эти катакомбы все делали на века бомбоубежище оказалось именно таким каким я себе его и представлял здесь имелось все чтобы поддерживать длительное существование людей во время войны в шкафах нашлись костюмы химзащиты противогазы сухпайки и канистры с водой у дальней стены я заметил множество различных приборов измерителей давления радиации радио и так далее однако создавалось впечатление что им никто никогда не пользовался что в общем то не удивительно более того даже не заходил сюда ни разу после постройки славя вопросительно посмотрела на меня ну тут шурика точно нет а был? не знаю но если был то не мог же он просто испариться я кинул помещение взглядом еще раз и слева от себя в стене заметил дверь может быть там? однако дверь не открывалась а вдруг он запер ее с той стороны? ну зачем? не знаю однако это вполне возможно если предположить что он вообще здесь по всему похоже что шурик прятался может быть бежал от кого-то от таких мыслей мне стало не по себе захотелось самому побыстрее оказаться по ту сторону двери я силы надавил но она лишь глухо скрипнула на вот может этим? славя протянула мне фомку я повертел ее в руках прикидывая как лучше подцепить дверь давай попробуем напрягшись изо всех сил мне все же удалось сорвать дверь с петель и она с грохотом упала на пол пока я приходил в себя от чрезмерных усилий славе светило фонарем в образовавшийся проход там такой же коридор да уж тут прямо целый лабиринт идем? подожди я сел на кровать снял с подушки пыльную наблочку и вытерл под солба сейчас отдышусь немного славя сел рядом и принялась изучать детали узоров плитки на полу ты бы фонарь пока выключила ах да она немного покраснела и тут же щелкнула кнопкой выключения жуть какая-то я поймал себя на мысли что последние полчаса уже не воспринимаю происходящее как реальность словно все это не со мной словно все это сон как тогда четыре дня назад в первые минуты после того как оказался здесь да наверное в последнее время я начал свыкаться с этим миром с этой реальностью какой она для меня стала и уже не так ноет где-то в душе необходимость найти выход а теперь вот опять мгновень ока лес старый лагерь бомбоубежище во всем этом не было ровным счетом ничего сверхъестественного но и нормального привычного мне по прошлой жизни было мало да согласилась славя а тебе не кажется все это странным что именно что мы сидим тут вдвоем ночью не нормально ли в данной ситуации дождаться утра вызвать милицию да наверное сказала она задумчиво конечно я практически сам вызвался не стоило ну практически не считается но все же но ведь ты просто хочешь но ведь ты просто хотел помочь если шурик там то нужно его найти как можно скорее такими темпами скорее не мы шурика найдем а им потом нас придется искать ведь он как-то смог тут заблудиться славя погрустнела ладно ладно я ничего такого не имел ввиду может его там нет и он давно вернулся в лагерь да может быть но проверить стоит конечно славя встала и протянула мне руку похоже ей все таки не было так страшно как мне хотя я уже устал бояться и сейчас лишь хотел чтобы все это побыстрее закончилось ну что ж закончим мы это видимо уже в следующей серии а пока еще раз благодарю вас за то что вы остаетесь со мной это во первых во вторых то что вы не забывайте оценивать мои видеоролики подписываться на мой канал или нет это уже ваше решение ваш выбор но если вы на него все таки подпишитесь то не забудьте в меню колокольчика выбрать пункт все уведомления тогда вы точно ничего нового не пропустите на моем канале ну еще раз желаю тем кто собирается отдыхать и спать доброй ночи и пусть вам снятся хорошие и приятные сны ну все на этом я буду с вами прощаться продолжим в следующей серии всем пока